Генеральный партнер проекта «Звезда караоке» сеть гипермаркетов «Секонд-хенд Европа Стиль». Генеральный партнер проекта «Звезда караоке» интерьерный салон «Декор Буржуа». Партнер проекта «Звезда караоке» сеть отелей «Мартон». Партнер проекта «Звезда караоке» сеть музыкальных ресторанов «Саундхол». Партнер проекта «Звезда караоке» торговая компания «Источник Дивеевская вода». Партнер проекта «Звезда караоке» хлебозавод «Каравай». Партнер проекта «Звезда караоке» Продюсерский центр «Дар Продакшн» Продюсерский центр «Дар Продакшн» Позади четыре отборочных тематических этапа и один четверть финал По итогам двух программ в полуфинал пройдут всего семь участников, четверо из которых прошли в прошлый раз Сегодня мы с вами разыграем счастливый билет для троих участников Ну а кто же станет самой главной звездой караоке мы узнаем на финальном шоу 31 декабря Ну до этого еще далеко, а сегодня у нас второй четверть финал! Ура! Ну что же, самое время познакомиться Участниками второго четверть финала стали Ольга Баранова Евгений Коршуненко Дарья Шамардина Анна Васильева Полина Богданова Анатолий Никулин Мы специально не дали конкурсантам какой-то определенной тематики Сегодня все участники покажут свое домашнее задание Ну и сегодня мы воочию увидим, кто на что способен Ну а пока давайте вспомним, как проходила подготовка к этому дню Сегодня, когда мы пришли на репетицию, мы познакомились с прекрасным педагогом Профессионалом свое дело Репетиция прошла прекрасно Человек творческий, профессионал Она объяснила какие-то нюансы, которые необходимо учесть при исполнении репертуара Готовить этот четверть финал будет Щербинина Ирина Анатольевна Педагог проекта, лориат международных конкурсов И преподаватель эстрадного вокала Нижегородского музыкального училища имени Балакирева Мне показалось, что домашнее задание удачнее, чем в тематике Потому что они все подобрали песни, которые им подходят Которые им по душе И то, что они привыкли исполнять Мальчики мне не очень понравились сегодня Женя особенно не понравился Мне кажется, дверичная слишком песня для него Эмоционально как-то надо отыграть больше И вот опять же Ирина Анатольевна давала советы Надо к ним прислушаться У нас подбирается очень интересная четверка Увидим, кто пройдет дальше Я не знаю, кто пройдет Этот хороший, да, хороший Все хорошие, все, все пройдут Сегодня мы с вами увидим шесть исполнителей Услышим шесть разных номеров Однако в следующий тур пройдут только три участника Ну а кто это будет решать наши многоуважаемые Обожаемые члены жюри Лауреат международных конкурсов Педагог эстрадного вокала Музыкального училища имени Мили Алексеевича Балакирева Ирина Анатольевна Щербинина Финалист первого сезона проекта Звезда караоке И лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов Аладдин Норов Солистка театра песни «Самородок» Народного артиста Александра Морозова Руководитель вокального шоу «Ягоды» Валентина Директор продюсерского центра «Дар Продакшн» Композитор, аранжировщик, продюсер и бессменный председатель жюри нашего проекта Алексей Мальчонков Дамы и господа Считанные минуты остаются до выхода на эту сцену первого участника Поэтому я отправил свою великолепную соведущую Надежду Рожнову в репетиционную комнату Для того, чтобы она поддержала наших с вами любимых участников Итак, дамы и господа Открывает наш четвертьфинал участница, которая в жизни серьезный юрист А на сцене яркая зажигалка Мы встречаем Ольгу Баранову в сопровождении ее юных помощниц Безусловно, выбирать было легче, когда была тематика номера выступления нашего Потому что у нас было ограниченное количество песен Среди которых ты просто уже под свой тембр, под свой голос выбираешь песню А когда тебя отправляют в открытое плавание, в море Ты теряешься абсолютно в этой ситуации Также я, наверное, тоже потерялась, как и другие участники И спустя, наверное, пару недель, недельку, сколько нам давали времени, я уже не помню Вот выбрал эту песню Оля Баранова, она лиричная Красивая женщина стоит на сцене Роскошная женщина стоит Но вот здесь у меня вызывает опасения У нее немножко, что первая песня в первом туре Что во втором туре песни перекликаются Вот, и поэтому она может не так ярко смотреться Она уже создала какое-то о себе впечатление И вот второе впечатление на втором туре, оно может быть таким же Вот, и какого-то такого ах может не произойти А этого бы хотелось от нее увидеть и услышать Оленька, привет! Каково это выступать первой? Волнительно, но я думаю, что проще в какой-то степени Потому что выступил первым, потом сидишь, отдыхаешь, на всех смотришь, радуешься, поаплодируешь Ну и с другой стороны, наверное, такая заявочка на успех Ты вроде первый, и к тебе не так жюри, наверное, придираются А мне кажется, наоборот Первый, когда выступаешь, жюри смотрит, на какой ступени ты уже выступил То есть и других, наверное, тоже оценивает уже на какой-то грани Знаешь, что я тебе скажу? Я думаю, что у тебя все получится Потому что ты выглядишь настолько шикарно и роскошно Что просто мужчины в жюри точно сойдут с ума АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лучше АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Разве не ты Самая-самая лучшая Шоу-балет «Юность» А, «Стар Кидз» У вас есть название? Тогда, дамы и господа, шоу-балет «Стар Кидз» Большое спасибо за солнце и тепло Здесь, по крайней мере, в саунд-холле Спасибо вам Ну а прямо сейчас я предлагаю спросить у жюри Как вам? Ну, девчонки, балет молодцы, улыбаются Я всегда смотрю, когда сзади, например, есть какое-то действие То должна быть динамика Динамика хорошая, девочки, молодцы Значит, Оль Ну, интонация просто вообще на троечку Что касается именно интонирования песни Ноты, значит, что такое интонация Очень много непопаданий Очень много Тембр голоса у вас достаточно приятный Но это не говорит о том, что вы не можете не попадать в ноты Это правда Вот Да, выступление яркое, но мне вот именно всегда вот это режет слух Спасибо, Ольга, за выступление Дети, вот это интересный ход, да Когда мы берем детей в свой номер Это такое, ну, подкупает на самом деле Но мне показалось, да, что детишки, они были ярче вас К сожалению, мне не хватило вот от вас драйва Вот все сказали на самом деле мои коллеги, да, вот только что Я не хочу повторяться, но я с ними полностью согласна Задание было то, что вы должны были показать свою самую лучшую сторону Удивлять нас Я думаю, что мне не понравилось, честно Потому что не удивляли, было красиво все В целом красивый номер, потанцовка Ну, местами, конечно, не попадали в ноту Я тоже хотел спросить, вот как раз сказали И драйва, конечно, не хватило Ну, в целом было хорошо Я не думаю, что это самое лучшее ваше, если вы так считаете С вашими тембрами Не так, что придираются эти злые дядьки? Я думаю, что это все из волнения На самом деле, первый выступать очень сложно, правда Очень волнительно, когда ты, все взгляды прикованы только к тебе и ждет Ждет прям вот этот момент, когда все вспыхнет, загорит, взорвется Наверное, вот какой-то искорки мне не хватило А я думаю, что в целом номер получился классный Дети как раз восполнили вот эту нехватку энергетики во мне Потому что я была нацелена как бы исполнить Голос заражал, правда, было очень волнительно Да ладно, вот я им больше верю Как вы думаете, все получилось? Да! Едем по России с этим номером выступать! Да! Для того, чтобы пройти в этот тур Нашему следующему конкурсанту пришлось удивлять жюри И доказывать, что он универсальный исполнитель Дамы и господа, прямо сейчас на этой сцене В абсолютно новом амплуа Евгения Икаршуненко С педагогом знаком был на мастер-классе у нее Так хотелось с ней побольше поработать Но, к сожалению, получилось не так, как хотелось немножко Но и то время, которое мы провели вместе Очень полезно Очень полезно в том плане, что Придется теперь за два вечера переделать песню Из лирического варианта в драматический Ну, я надеюсь, и с этим справлюсь Евгений, он сам по себе человек очень лиричный Такой он спокойный Вот И по характеру Он, видимо, и любит такие лиричные вещи А взял он песню очень драматичную И вот тут, конечно, я переживаю Как он сможет перехлестнуть то свое выступление Потому что тут у него было достаточно яркое выступление Как сейчас это будет? Сможет ли он этот драматизм донести? Ну, скажи мне, пожалуйста, волнуешься? Ну, а как же? Какой артист без волнения? Я считаю, не волноваться Это только роботы могут В той программе Члены жюри что-то к тебе тут придрались Что-то не так Что-то неэксклюзивное Что будет в этот раз? Серьезный мужчина С серьезной песней Уж если пусть придираются в этот раз То только ко мне К моей серьезности и к моей драме Я думаю, что это заявочка на успех Настало время, пробил час Мы начинаем наш рассказ О жизни, смерти и любви Как это было в наши дни Дневник история ведет И каждый век, и каждый год Заносит в летопись ее Предание свое Пришла пора с опором Кафедральных гордых Христов Устремленных в небесах Великий век открытий Идеальный в небесах Время страстей Время страстей Потрясающих сердца Лишь ты, артист и трубодур Пришла пора собора Кафедральных Вы знаете, мы вот, между прочим На проекте мечты людей исполняем Евгений Крашуненко всегда мечтал Поработать с Ириной Анатольевной Щербининой И ну тебе, пожалуйста Кому нужна машина, квартира Это не к нам Только педагоги Век строк Век убийца И дворец Пришла пора пиратов И поэтов Мрачных пирог Карнавалов на крови Пришла пора закатов И рассветов Дней и ночей Для страданий и любви Грядущий век заменит Век вчерашний Придет и уйдет Новых варваров Вардах Поднимутся И снова Рук тут башни На песня любви Не умолкнет никогда Не умолкнет никогда Не умолкнет никогда Если говорить о песне Данной, да, это Notre Dame de Paris, то есть, ну, это драматургия, это прям серьезная драматургия. Здесь выпадает Пытались показать прям свой голос, вот прям вот такой вот, а здесь нужно было сыграть. Понимаете? Сыграть. Если говорить об исполнении именно вот этой песни, прожить то, что вы поете. Вот. Да, она сложная. Она сложная песня. Я понимаю прекрасно, что интонационного подъема снизу вверх. Да, 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 да. Вот. Здесь, конечно, тоже у вас небольшие были сложности. Вот. И, конечно, мне показалось, что очень сырой номер. Очень сырой номер. Евгений, вы понимаете, в чем все дело? Можно петь и наполнять звуком, песню, тембром. Тембром. Вот здесь не хватило именно драматичного тембра. Понимаете? Потом мы с вами на репетициях все-таки говорили, что нельзя прерывать такие слова, как «потрясающих сердец». Вот эти вот слова, они очень важны. Вы дробите. И в этом тоже. То есть не получилась такая кантиленная песня, которая должна быть, эта песня. Она должна быть кантиленной. И драматически наполненной, тембрально наполненной. Евгений, спасибо за ваш номер. У вас очень красивые данные, вокальные данные, я имею в виду, природа очень красивая, да. Я соглашусь с коллегами, я немножко так расстроилась, я вас смотрела, я за вами следила, мне очень вы нравились как участник. И хочу тоже сделать небольшое замечание. Окончание, пожалуйста, обратите внимание на окончание. Вы их не проговаривали, ну, не заканчивали фразу. Спасибо. Спасибо. Евгений очень старался, на мой взгляд, он выбрал очень сложный номер, прям, ну, очень сложный. Я бы так не смог. Вот. Но, немножко, мне кажется, предвзято они отнеслись, но он старался, он старался. Да, действительно, может быть, и где-то чуть громче, я с этим соглашусь. Ну, не настолько критично нужно было отзываться о его номере. Ну, задушу прям брал. Да, да, я даже чуть-чуть не заплакал, честно говоря. И тут главный вопрос. Друзья, мурашки были? Были. И все мы прекрасно знаем, что если есть мурашки, значит, исполнитель справился как? На отлично. Ура, ура, ура. Следующая исполнительница, похоже, мало 25 часов в сутках. Она и официант, она и мастер красоты, она еще и профессиональная певица. Дамы и господа, на этой сцене мы встречаем обворожительную Анну Васильеву. Выбор на эту песню пал, потому что захотелось показать себя, свой характер. Как бы я такая немножко взбалмошная, все мы, конечно, немножко такие, вот. Но есть у меня еще одна песня, которая показывает меня и мой характер, но как бы не особо караочная, проект у нас караочный, поэтому выбор пал на песню «Фонари». Вот такая она, такая вот, как я. Такая прям. Аня Васильева. Аня Васильева яркая девочка сама по себе. Она такая и по характеру очень такая веселая девочка. Вот. И номер-то вот она делает по сравнению с первым туром тоже такой. Он легкий номер, легкий танцевальный номер. Я очень переживаю, а сегодня жюри на самом деле какой-то прям очень такой прям жестко настроенный. У меня же язык заплетается, я очень переживаю на самом деле как никогда. Но я уверена, в принципе, в себе. Ну и чего ты тогда переживаешь? Драйв, драйв, драйв. Оп, 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 оп. И вот таким же настроем быстренько. Пошла, пошла, пошла. Е-е-е. Е-е-е. Оп, 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 понеслась. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И не грамма за душой Если хочешь это Значит ты уже большой Ты-ты-ты-ты Ты-ты-ты Наоборот по гребням пузырей Отмеряют два квартала И домой наверняка Знаешь я Останусь в сентябре У открытого квартала Восеня пока-пока Вычисляю Ты-ты-ты Кстати наш проект приносит удачу участникам Например Анна Васильева Недавно выиграла два билета на Скорпион Запешивает деньги И я думаю что она теперь обязана Просто исполнить какую-нибудь песню Из их репертуара в полуфинале Ну если пройдет Вычисляю где ты Очень даже хорошо Никаких запретов И не грамма за душой Если хочешь это Значит ты уже большой Лай-ла-нал-нал-нал-нал Лай-нал-нал-нал-нал Ashley Ла-и-ла-ла-ла-ла Вот По динамике номер мне понравился По динамике, то есть хорошо Да, как ты ведешь себя На сцене, как ты работаешь залом Ты не боишься смотреть В глаза, ты не боишься работать На людей, это круто Минусы Значит смотри, интонационно Ань, тоже все-таки Минусы были, правда Ты не знаешь, слышала, сама не слышала Что Еще раз повторюсь, сегодня наверное у нас Такой четвертьфинал, что я на интонации Сегодня прям настаиваю вообще Просто настаиваю, потому что если это будет Полуфинале, я прям буду прекращать пение Просто прекращать и все, сказать Все, спасибо, до свидания Больше не будет никаких вокалов Хороший такой номер Зажигательный, все хорошо Только есть Вот одно но Глядя на сцену Хорошо, когда человек В проигрышах танцует А когда начинает петь Почему-то танец не складывается Движений нет То есть движения тут же затормаживаются Вот этого не должно быть То есть должна быть все-таки Общая такая картинка Если взяла такой стиль Танцевальный в песне То надо танцевать От начала до конца Я побоялась, что у меня будет просто много на сцене Что я буду и в прорезь играть Надо было танцевать Учту И еще один моментик Все-таки, значит, ты уже большой Да, как мы договаривались Нужно было сделать каждый раз по-разному Где-то шепотом Где-то кокетливо А где-то еще по-другому, да? Чтобы не повторяться Да Для меня было тебя очень много Конечно, каждому желаю Такой уверенности Выйти из себя Чувствовать так комфортно Но для меня это было перебор Но именно так Вот, Ирина Анатольевна На вкус, цвет, товарищ Нет, как говорится Ну что я скажу Конечно, это же без косяков не обошлось Ну, это все Волнение Это конкурс Конечно, выступать перед жюри Гораздо тяжелее Чем выступать просто на сцене Перед зрителями Я пытаюсь все время Сладить с собой своими эмоциями Но не получается Я пытаюсь, но не могу Про эту девушку говорят, что у нее Необычный голос И интересная манера исполнения Медленно и верно Она идет к поставленной цели Дамы и господа На этой сцене мы встречаем Дарью Шамардину Если от нас пройдет Трое То я боюсь, если честно Потому что у нас Я считаю своими конкурентами У нас все конкурентно способны Особенно девчонки у нас такие Прям все богини просто Просто богини у нас все девчонки Я считаю Даша Шамардина Я не слышала ее выступления на первом туре Я с ней познакомилась только уже на репетициях Очень яркий человек Очень яркий человек по эмоциям Очень яркий человек по голосу Она владеет манерами разными пения И я надеюсь, что она выздоровеет Во-первых, к конкурсу И покажет очень яркое выступление Слушай, какой у тебя фэшн-наряд Что это такое? Все вот это вот такое Ну, как все дело-то было Мне надо было создать роковый образ И тут я вспомнила У меня просто песня в WhatsApp Там у главной солистки в группе У него такая шляпа Такую я, конечно, не нашла Ну, вот я нашла вот эту Сегодня всю ночь ее расшивала Вот Можно продемонстрировать Мои старания Вот Вроде ничего вышло Это связь с космосом? Да Я думаю, если связь настроена То тогда у тебя все получится Жюри сегодня злые Да Но ты давай их переубеди У тебя получится? Скажи мне Получится, конечно Все, моя хорошая Давай, у тебя все получится Беги Все получится, конечно Растопи их Злые сердца Чтобы они, как снежные короли, вы растаяли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 А вы заметили, что Даша для этого номера Обстригла волосы? Да, коротко-коротко! Друзья, вот это настоящий артист Все ради образа! Молодец такая! Обстригла волосы! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ужасный минус. Но, Полин, вы молодец. Я хочу сказать, что сегодня, коли я так придираюсь к интонации, в принципе, у вас все в порядке. У вас все в порядке. Я боялась все время, что ты выйдешь вот-вот из этого состояния. Я сидела такая напряженная, думаю, ну вот сейчас еще один взгляд в сторону, и состояние ты потеряешь. Туда посмотрела, туда, и я боялась, что вот эта вот канва, историю ту, которую ты несешь, она может просто пропасть. Вот в следующий раз старайся все-таки как-то вот одно состояние, как взяла ниточку, потянула и до конца дотянула. Я, конечно, прошу извинить меня, но мне не очень понравилось, потому что это было самое лучшее твое выступление. Это было великолепно. Это было после «Батарейка», конечно, это вообще неожиданно. Я прямо думал, что сейчас, может, сейчас какой-то там «Батарейка», когда прозвучала пара нотки, я прямо понял, что, может, все-таки это не ее песня, это надо прожить. Ну, у тебя это получилось, понимаешь? И это не каждого получается. Я думаю, что это такая песня, которая даже не то, что вокально, а сколько эмоционально должна быть прожита. Вот для меня она сейчас очень важна. Спасибо. Я думаю, что у тебя получилось. Спасибо. У меня все очень прямо тронуло до глубины души. Единственное замечание, лично от меня, как мне показалось, много закрывали глаза. То есть уходили в себя. Понятно, что такая глубокая песня, но мне показалось это слишком много. Вот единственный комментарий, а так все супер. Спасибо. Я не знаю, что вы говорите. Я вижу у тебя прекрасную группу поддержки, которая плачет. Мы плачем, мы очень плачем. Полин, ну, просто в прошлый раз это были эмоции, это был разрыв такой, драйв, мы все визжали. Сегодня мы все просто тихо, каждый плакал, каждый про себя, каждое свое. На кого мы обманываем? Уже я рыдаю. Что вы-то стесняетесь? Стесняться уже нечего. Мне кажется, что здесь вообще любые комментарии излишни. Тут даже слабо было. Потому что... Это для тебя. Ты не обучаем талантливый. Радуй нас дальше с вами. Здесь есть нашу девочку. Завершает наш сегодняшний отборочный тур конкурсант, который всегда все продумывает до мелочей. Грим, костюмы, постановка. Дамы и господа, я не предлагаю вам посмотреть следующее выступление. Я предлагаю вам посмотреть следующее шоу Анатолия Никулина. Встречаем на этой сцене. Сейчас с каждым днем все сложнее и сложнее. Потому что народу становится меньше. Они остаются сильные. Все сильнее и сильнее. Напряжение растет. Это классно. Анатолий, он сам по себе очень яркий. Он и человек очень яркий такой. И песню, которую он подобрал, я думаю, что она как раз очень совпадает с его характером. И он ее может очень ярко спеть, так как он спел на первом туре. Достаточно яркое было его выступление. Но вот ты, к сожалению, сказать, что он как-то серьезно относится к тому, чтобы подготовиться ко второму туру, я бы не сказала. Ну, во-первых, он заболел, может быть, это сказывается. Но буду надеяться, что он соберется. И все у него будет хорошо. Пять участников уже выступили. Ты шестой. Сложно ли закрывать конкурсный день? Ведь жюри сегодня очень строгий. Я думаю, это должно быть феерично выглядеть. Поэтому буду ее стараться делать так, чтобы покорить их сердца, для того, чтобы они правильно осудили всех людей, которые сегодня выступали. Угу. В день, уйдя от света белого И устал смешить людей, Глядя в треснувшие зеркала, Плакал пьяный лиц идти. Чья судьба была им прожита, Непонятно до конца. Отличить и сам не может он Свою маску от лица. М-м-м-м-м-м-м! Кто поверит, кто поверит комедианту? Кто сотрет с лица его не воду, а слезы? Знает ли хоть кто-нибудь, Чем именем на губах Шагнет он к барьеру? Кто поверит, кто поверит? И почти слились в одну, Но он смехом заливается, Но он воет на луну. Вы заметили, какой Анатолий на сцене молодец? Вот он здесь такой артистичный, Поет, а человек ведь неделями не спит, Потому что во время проекта у него родилась Маленькая дочечка. Знает ли хоть кто-нибудь, Чем именем на губах Шагнет он к барьеру? Субтитры создавал DimaTorzok А-а-а! Кто поверит, кто поверит комедианту? Кто сотрет с лица его не воду, а слезы? Знает ли хоть кто-нибудь, чем именем на губах? Шагнет он в барьеру. Кто поверит, кто поверит комедианту? Кто сотрет с лица его не воду, а слезы? Знает ли хоть кто-нибудь, чем именем на губах? Шагнет он в барьеру. Мне тебя вообще не хватило. То, что я знаю, что ты умеешь. Не то, что я должен играть в какой-то плохой полицейский. Но я знаю, на что ты способен. Я знаю задание, что ты должен показать свою лучшую сторону. Ты должен просто, чтобы люди ахнули. Во, Анатолия. Как мне показалось, да? Мне показалось, что вы спели надменно. Вот мне эта песня, вот для меня она трагическая. То, что вот он выходит на сцену, да, комедиант, что он играет веселую какую-то роль, а внутри у него что-то, ну какая-то боль. Вот эту боль я в вас не увидела. Я увидела надменность. Вы, конечно, простите, но вот это мое личное мнение. Ты не паяццо, смирись. В качестве итоги я уже выступил. Спасибо. Я присоединюсь ко всем остальным. Очень хорошая была группа поддержки. Они были в образе. Молодцы ребята. Анатолий, мне показалось, что вы себя просто экономили в этой песне. Просто экономили. Или перегорел. Что-то здесь не срослось. Потому что такое двоякое какое-то впечатление. Вроде бы и неплохо. И вроде бы вот ах, не случилось. Борьбы не увидел в тебе. Вот то же самое, борьбы не увидел. Потому что песня, высший пилотаж на самом деле, когда, скажем так, ты несешь противоположность своими эмоциями, если я доступно объясняю. То есть, например, внутри у тебя драма, но ты ее поешь сквозь смех. По интонации у меня, в принципе, нету никаких тебе замечаний. Но, Толь, не дожал номер. Ну вот честно, не дожал. Вот я ждал, что сейчас вот выйдет Толик, и, короче, меня сдует с этого стула просто. Вот я из-за кого переволновался. Честно говоря. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, все равно достойно. Спасибо, потому что я знаю, что ты готовишься, что ты репетируешь. То есть, в этом плане вообще вопросов к тебе никаких нет. Не дожал. Говорят, я не дожал. Ну, я знаю, в каких моментах там происходило, да, небольшие. Вроде бы старался ярко сделать, но побоялся, так как никто на репетиции жюри меня не слышал. И для них сделать прекрасно очень как-то. Будем стараться. Это был сложный отборочный этап. И сейчас членам жюри придется выбрать троих счастливчиков, которые пройдут в полуфинал. По традиции, члены жюри отправились совещаться, Осталось пара мгновений, и мы узнаем результаты. Дамы и господа, на сегодня это все. Итак, пора выслушать наших членов жюри вам слово. То, что вы делаете, все зависит от вашего репертуара, от вашего выбора. Поэтому будьте осторожны и выбирайте то, что вы можете прожить, то, что вы можете делать на сто процентов. То, что вы можете удивлять члены жюри и зрителей также. Поэтому все дальнейшие прохождения, успехов, желания, никогда не останавливайтесь, работайте, работайте, работайте. Дорогие участники, я желаю вам от себя побед в жизни, в творчестве, во всех ваших начинаниях. Спасибо вам. Я добавлю творческой вам яркой жизни. Успехов. Ребят, репертуар самый важный на самом деле для любого артиста. Репертуар должен соответствовать, в принципе, я не знаю, вашему настроению, вашему внутреннему миру. Или вы должны его сыграть так, чтобы все подумали, что да, это то, что нужно. Это тот репертуар, который вот действительно подходит этому исполнителю. Вот поэтому я вам всем этого желаю. Ну а теперь приступим к самому важному моменту, кто, на наш взгляд, сегодня проходит следующий этап. Это уже будет у нас полуфинал. Это совсем немного осталось до победы, на самом деле. Всего два раза выступите. Все, два раза. В полуфинал проходит. Полина Богданова. Анатолий Никулин. Третий участник, кто проходит у нас в полуфинал. Это достаточно были большие дебаты, и это было непросто, на самом деле, выбрать человека. Это... Аня Васильева. Итак, полуфиналистами проекта «Звезда караоке» второй сезон стали Алена Ражева. Анна Васильева. Михаил Антонов. Евгений Вагин. Алена Горбачева. Полина Богданова. Анатолий Никулин. Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, это намёк. Я всё ловлю на лету. Но не поняла, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял. Что ты имела в виду? А я не понял. Что ты имела в виду? А всё понятно. Что ты имела в виду? А что конкретно? Что ты имела в виду? 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 Ветуй, я тут не запомнил твоего лица Мы поехали купили два каких-то кольца Играл, арган, съепили венок Твоя мама же почему-то назвала меня сынок Я понял, это намек, я все ловлю на лету Ну непонятно, что конкретно ты имела в виду А вот я не понял Что ты имела в виду Да всё понятно Что ты имела в виду Что ты имела в виду Что ты имела в виду Ветуй Вы смотрели самое музыкальное и народное шоу на первом городском звездах Роке! Второй сезон! Дамы и господа, вы можете следить за нашими выпусками в эфире первого городского канала, а также в социальных сетях. Ну что же, с вами были Ефим Архипов и Надя Рожнова! До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!